В хоккей играют не только на стадионе, но и во дворах. В Люберцах провели очередной, четвертый по счету, турнир по хоккею среди дворовых команд. За баталиями на льду наблюдал и мой коллега Григорий Ворванин. На первый в этом году турнир по дворовому хоккею заявлены четыре команды. Это, говорят организаторы, хороший результат, учитывая морозную погоду. Никита Шумилов из команды «Синих» трудностей не испугался. Хоккейную четверку набрал из сверстников. Совместную тренировку провели за несколько минут до начала игры. Мы вначале сделали разминку, потом попасовались друг с другом. После этого пытались забить гол ворота. Попасть в ворота – трудная задача. Вместо вратаря – специальный баннер с отверстиями. Играют три периода по 10 минут. И это далеко не все правила дворового хоккея. Шайбу мы не поднимаем, потому что площадка небольшая и многие как бы без защиты. Поэтому участвовать могут папы, мамы, дети. Все команды будут, грубо говоря, разные. Организовали турнир инициативные жители дома 8 на Октябрьском проспекте. Помог Леуберецкий городской жилищный трест. Специалисты управляющей компании тщательно подготовили лед, чтобы шайба скользила лучше. Если такие жители побольше, вообще все просто легко. Нам что нужно? Нам нужны инициативные люди. Вот они собрались. А наше дело, как управляешь компанией, мало. Поддержать их, чаепитие организовать, пирожки какие-то, сдобы. И все, вся радость и весь праздник. Победители турнира по хоккею среди дворовых команд получили медаль, Кубок чемпионов и приглашение на следующие соревнования. Организаторы не исключают, что хоккейные баталии продолжатся до тех пор, пока не растает лед. Григорий Ворванин, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.